К сожалению, у нас ситуация таковая, что когда кто-то слышит ветроэнергетика, воспринимаешь, что ветрогенератор – это такая большая-большая мачта, 100 и больше метров, большая-большая махина, и совсем не применяет это устройство к себе, к своим личным запросам. Хотя это совсем не новое оборудование, по мнению многих историков, освоение земель Австралии, Штатов состояло благодаря в том числе использованию ветроэнергетики, мало ветроэнергетики. Сейчас в мире продается до… Да, на территории России все время было стояло около 220 тысяч мельниц, это считайте прототипы ветрогенераторов. В 30-х годах, в прошлом столе, в Херсоне производилось около 2000 ветрогенераторов малой мощности для нужд народного хозяйства. То есть все это не новое, хорошо забытое старое, у нас забытое старое. В мире сейчас производится, установлено на сегодняшний день, это около 656 тысяч малых ветрогенераторов, по отчету 656 тысяч в 0,84. Ну, львиная доля здесь, конечно, Китай, опять же, которую мы очередной раз вспоминаем. Притом там нестандартные подходы с точки зрения развития, 440 тысяч, это китайская продукция, штук, единица. Вот, нестандартные очень подходы, то есть целые регионы, районы Маньчжурии были электрифицированы в течение буквально двух лет. Большим количеством малых ветрогенераторов, небольших, а малых ветрогенераторов. Это государственные программы. Притом, опять же, нестандартные подходы населению местному, эти ветрогенераторы давались в лизинг. И потом, значит, по-нашему фермер, будем считать, рассчитывались просто сельхозпродукцией с муниципальными властями. То есть подходы очень различные. И в конечном итоге, действительно, Китай далеко шагнул по этой продукции. И как в отношении местных восточно-азиатских рынков, так и в отношении экспорта. Хотя основная часть все равно используется у них. Вторым по развитию является, если китайские машины, это в основном машины класса 300 Вт, это производительность где-то, ну, мы не считаем их решающих многие вопросы, то в Соединенных Штатах это около 140 тысяч ветрогенераторов, на сегодняшний день установленных мощностью около 2 кВт в среднем где-то. Это номинальная мощность. Это ветрогенераторы, которые дают, ну, около, давайте так, около 500 кВт часов в месяц. Так, для потребителя, чтобы было более понимаемо. Это потребности хорошего, так, частного дома. Но самое интересное, заложенное впереди, к сожалению, проблемы с энергосетями, к сожалению, проблемы с качествами, с состоянием энергосетей, и не только у нас, а уже и в Европе, и в ряде стран. Вот, к сожалению, ограниченность по площадкам, все это не бесконечно, и у нас тоже не бесконечно, для большой ветроэнергетики, для других больших альтернативных источников. Приводит к тому, что сейчас многие страны возвращаются как раз с малой ветроэнергетики, если кто-то часто бывает в Европе, наверное, обратили внимание, что и парк обновляется. Вот, в Польше сейчас отдельно вообще программа по малой ветроэнергетике, потому что передача электроэнергии с севера, где стоят большие ветропарки, на южную часть государства, где находится основной потенциал по промышленности, это уже есть проблема, поэтому там включают такой механизм, который существует уже в Болгарии, в Прибалтике, в Европе давно уже существовал, там, наоборот, его уже сворачивают, это 50% или какая-то часть составляющих малого альтернативного объекта компенсируется государством. Притом эта схема очень хорошо работает, я думаю, что, наверное, то, чего у нас не хватает, одни только касаются малых ветерогенераторов, а частного потребительского сегмента, то есть как и малой промышленности, малых предприятий, так и частных домов. Но все равно на общем фоне, чтобы понимать, сейчас где-то 440 мегаватт производится малая ветроэнергетика в мире, к 2015 году эта цифра должна составить 750 мегаватт, а теперь пришел услышать цифру, значит, уже в планах заложено к 2020 году 3817, да, по прогнозу мегаватт, то есть это, я бы сказал, не кратный даже рост, а мегакратный рост.